Я занимаюсь охотой, и поэтому мне приходится отключать чувство жалости к животным, потому что когда ты приезжаешь туда, у тебя остается лишь одно желание поразить объект, и в этот момент чувство сострадания у тебя отсутствует. Чтобы наверняка завалить дверь, нужно нацелиться ему под переднюю лопатку, то есть там, где у него заканчивается передняя лапа, и обычно там прямой путь в сердце. И тогда они, можно завалить с первого выстрела, и они не будут чувствовать боли, и очень быстро уходят в мир иной. Сейчас, когда я выстреливаю и понимаю, что я попала, я испытываю чувство радости от того, что я достигла очередной цели. То есть это, знаешь, как в компьютерной игре, мне кажется, сходные чувства. Ты абсолютно забываешь, что это животные, которые бегают, которые чувствуют, и не думаешь об этом в тот момент. Впервые я попала на охоту лет в пять-шесть. Поехала с отцом, у них была большая мужская компания. Взяли моего брата и меня, потому что я была папиной любимицей. Вот, и первый раз, когда они вернулись с охотой, такие все вдохновленные, обсуждали что-то очень активное, мне так хотелось быть сопричастной к тому, что бы там ни происходило, что я загорелась и поставила себе цель, что я тоже буду охотницей. Мне охота понравилась с первого раза, но сомнения не закрадывались иногда. Особенно, когда меня спрашивали, а тебе не жалко? Я каждый раз начала задумываться, а не жалко ли мне? Отец для меня был всегда неоспоримым авторитетом. И вообще, я всегда восхищалась им, всегда смотрела на него как на самого лучшего мужчину на свете. И всегда тоже хотела стать разведчицей. То есть, я всегда слушала его разговоры по телефону, мне всегда хотелось быть такой же, как у папы. Поэтому, мне кажется, это нормально, что я тоже увлеклась с его хобби. И он, главное, всегда с детства, мне кажется, я была его любимицей. Ну, во-первых, наверное, потому что старший ребенок в семье. Он это всегда учил меня, всегда рассказал нам истории. Разница с того времени, как я в первый раз взяла оружие в руки, до момента сейчас, конечно, колоссальная. Потому что ты, во-первых, много тренируешься и в тире, и по тарелочкам. Но самое важное – это твоя уверенность в том, что ты делаешь. На охоту я с собой беру специальный пояс, на котором висят патроны, куда можно вставить нож, пистолеты, дополнительные магазины, ружье, соответственно. Сейчас я могу уже с закрытыми глазами собрать, разобрать оружие. Все делаю очень быстро, знаю повадки животных, знаю, сколько надо сидеть, как сидеть, где дышать, как не дышать. В общем, теперь мне дает все гораздо легче и быстрее, чем раньше. И поэтому доставляет огромное удовольствие охоты. Меня зовут Екатерина, и я прячу от своего парня всю новую одежду, чтобы он на меня не ругался. Меня зовут Игнат, и все деньги, предназначенные мне для спортивного зала, я трачу на фастфуд. Я Дарья, я охочусь на животных и коллекционирую их чуть-чуть. Некоторые друзья восхищаются, как круто, молодец, и этого ты убила, и бегемот тут висит, и антилопа гну, и шкура на кого только не лежит. А кто-то, конечно, заходит и смотрит на меня таким взглядом, называя меня живодером, всю нашу семью, и называет это дом смерти. Это считается, конечно, не женским занятием, но сейчас, мне кажется, уже все больше и больше и девушек, и женщин интересуются и стрельбой, и охотой. Когда я начала вспоминать в очередной раз, ой, мне там жалко кого-то, папа мне сказал, если ты встретишься с ними в дикой природе, им тебя жалко не будет. И думаю и об этом. И вот у кого надо поучиться достижению целей, это у кошек. Она сидит две недели, знает, где находится мышка, и постоянно ее караулит. Она может отвлекаться на еду, на поиграть, на поспать, но пока она не достигнет, пока она ее не поймает, она не успокоится. Для меня получается, что я приношу свою добычу папе, и мне важно, чтобы он оценил, чтобы был горд мной. Поэтому я делаю многое, да, чтобы быть достойной своего отца. Музыка 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 Музыка